Всем привет! Меня зовут Тихон, и вы на моем канале. Я уже научил вас готовить два варианта блинов на молоке и на кефире. Теперь время выбора за вами, а мы сегодня будем готовить блинный торт. Вы можете взять любые блины, которые вам нравятся, можете делать шоколадные, даже если захотите. Сегодня я поделюсь с вами самым любимым сочетанием для блинного торта. Это вареная сгущенка, орехи и чернослив, замоченный в коньяке. Белиссимо! Давайте я покажу, с чего нужно начать. А начнем мы с подготовки блинчиков. Для этого я возьму 10 блинов. Давайте вот так посчитаем их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять глаз алмазов. И обрежу их по форме вот этой вот тарелочки. Нас двое, поэтому у меня будет небольшой тортик. Вы можете взять целиком блины, но тогда по количеству ингредиентов будете ориентироваться на количество людей, которые будут есть блинный торт. Вот так вот я обрезаю. Обрезаю я еще и для того, чтобы наши края у торта были аккуратные, ничего не вылезало за пределы. Был красивенький тортик. Вот такая вот аккуратненькая заготовочка для торта у меня получилась. И теперь мы переходим к подготовке начинки. Первым делом я измельчаю орехи. Орехи могут быть абсолютно любые, какие вам нравятся. У меня смесь из фисташек и пекали. Я просто рублю на такие кусочки поменьше. Вот так. Отлично. Следующий шаг это чернослив. Мы его измельчаем и также нарезаем на небольшие кусочки. И сюда я добавлю 50 миллилитров коньячка. Перемешаю и дам настояться в течение минут 10-15. Этого будет достаточно. После того, как мы приготовили начиночку, переходим к приготовлению крема. Для этого нам потребуется размягченное сливочное масло и вареное сгущеночко. Давайте разобьем крем. Как я и говорил, нам потребуется размягченное сливочное масло 200 грамм. Смотрите, какое оно мягкое. Я его достал заранее, где-то за 2 часа до того, как начал готовить торт из холодильника. Вот такой вот мягенький. И теперь мне необходимо венчиком хорошенько его подбить, чтобы оно стало более светлым. Вы можете сделать это механическим миксером, будем даже быстрее. Вот так, отлично. Масло немножко побелело, и теперь мы добавляем к нему вареную сгущенку. Вареную сгущенку добавляем из расчета 2 к 1 на 200 грамм сливочного масла. Я добавляю 400 грамм вареной сгущенки. И все вместе теперь хорошо венчиком еще раз взбиваем. Вот так. Смотрите, какой крем у нас получился. Отлично. Переходим к сборке торта. Вот такой вот мягкий крем у нас получился. Орешки, чернослив мы подготовили. Визуально делим крем на 10 частей. И начинаем собирать торт слой за слоем. На нижний корж добавляем небольшое количество крема и разравниваем по всей поверхности. Чуть-чуть кремом не доходим до края, потому что потом, когда мы прижмем наш тортик, он как раз распределится и не будет вытекать за пределы торта. И посыпаем орешком. Начинку я буду чередовать между собой. Сейчас я добавил орешки. Во второй раз я добавлю чернослив. Крем и распределяем. Добавляем чернослив. Следующий блинчик и хорошенько прижимаем. Продолжаем делать все то же самое. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, какой густой, эластичный, насыщенный крем у нас получился. Никуда не вытекает, не растекается. Не то, что у некоторых блогеров. У нас с вами все аккуратно и красиво. Вот такая вот красота. И теперь оставшимся кремом мы выравниваем бока у нашего торта. Для этого я вначале лопаткой нанесу небольшое количество крема сбоку. А теперь специальной ровной пластиковой лопаткой или можно обойтись металлическим ножом выравниваю по всему кругу. Готовый тортик убираем на полчаса минимум в холодильничек. Лучше, если вы уберете его на ночь. За это время собираем гостей, зовем друзей, ставим чайничек и переходим к чаепитию. После того, как наш торт стабилизировался в холодильнике, мы присыпаем его сахарной пудрой. Ну что, давайте попробуем эту красоту. Зубы дырявые, застревают. Ничего не могу сказать. Идеальное сочетание вареной сгущенки с черносливом и с орехами. Это всегда беспроигрышный вариант. А легкая алкогольная нотка оттеняет сладость, уводит немножко куда-то в сторону, поэтому торт не кажется куда-то... не кажется таким сильно приторным. Все гармонично, все сбалансировано. Очень люблю такой тортик и вам рекомендую попробовать его приготовить. Ставьте лайк, если вам понравился этот рецепт. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые рецепты. А с вами был Тихон. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok